Между современными высотками в центре Краснодара скромно затерялся особняк в стиле раннего модерна. Здание 1906 года. Его проектированием занимался Александр Косякин. В последующем архитектор Екатеринодара, ставший автором Кубанского Мариинского женского училища и городского почтанта. Этот дом он построил для своей семьи. Если заглянуть в карты навигатора, то видно, что дом архитектора Косякина специально отмечен как достопримечательность. Но если посмотреть на реальность, от исторической архитектуры остается все меньше и меньше. Дом Косякина внесен в региональный реестр историко-культурных ценностей. По закону содержать здание в порядке обязан его владелец. Но собственнику, судя по внешнему виду разрушенного особняка, не до этого. Внутри частично даже спилены перила. Учитывая, что старинный дом принадлежал известному архитектору, все это выглядит как злая шутка, заметил губернатор Кубани на встрече с современными градостроителями. Что касается краснодарской достопримечательности, то ее пытаются вырвать из рук халатного владельца. Мы впервые реализуем процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника, который не содержит объект надлежащим образом. И его действия представляют угрозу для сохранности. В частности, это дом архитектора Косякина, нашумевший объект, который у всех на слуху, которому большое внимание уделяют и жители города. И в настоящий момент в арбитражном суде находится на рассмотрении дела об изъятии этого объекта у собственника. По некоторым объектам города также нами сейчас принимается решение о запуске данной процедуры. В Краснодаре находится больше 500 объектов культурного наследия. И сохранить их – ключевая задача для облика города. Две недели назад были утверждены границы исторического центра краевой столицы. Это 113 кварталов, 4 зеленые зоны, 2 площади и Всесвятское кладбище. На этой территории запретят строительство зданий выше 21 метра. В долгих дискуссиях архитекторы, чиновники и историки пришли к мнению, что для гармоничного развития города необходимо избавляться от трущоб в центре, но сохранять исторический облик архитектурных достояний. Нам очень важно сегодня сохранить и историческое наследие, и исторический центр, но и создать новый Краснодар. Это тоже очень важно. А здесь, в главу угла, даже не наше желание остановится, финансовая возможность, экономика. Застройщики же по большому счету должны тоже быть заинтересованы в том, чтобы заработать. И вот здесь должен быть тот разумный баланс, выверить его, где можно и исторический центр сохранить комфортным, таким сложившимся по высотности и любимым краснодарцами. Ну и, понятно, убрать те трущобы, которые сегодня есть. Мы же исторический центр делаем не для того, чтобы взять и законсервировать вот эти вот трущобы, а для того, чтобы и реновацию тоже начать делать. Мы должны менять трущобы на уже комфортное современное жилье. Но трущобы, но не исторические помещения, безусловно. Вот опять-таки и здесь нужен баланс. Где у нас реновация, а где у нас сохранение памятников. Как один из предложенных вариантов – сохранять историческое лицо по периметру кварталов, но развивать их территории внутри, конечно, с учетом всех регламентов. Внутри, возможно, современная застройка, без всяких проблем. Методами ландшафтного анализа мы подходим к решению каждого квартала и связи этого квартала. Можно строить современное, но оно не должно своим обликом подавлять исторический вход. Приглашенный на встречу итальянский архитектор Пьер Моро рассказал Вениамину Кондратьеву, что когда впервые приехал в Краснодар, город произвел на него впечатление невысокой застройкой. И нынешний подход к реконструкции исторического центра с ее четкими правилами напоминает ему родную Италию. Но признается, на Кубани понимают важную вещь. Нельзя полностью законсервировать любое строительство. Мегаполис должен развиваться гармонично. Законы в Италии очень строгие. Это с одной стороны сохраняет здание, но с другой не дает возможности развиваться. Поэтому я переехал жить в Россию. Но правила, конечно, должны быть. И хорошо, что в Краснодаре это понимают. Если мы хотим видеть комфортный Краснодар, таким красивым Краснодаром, столичным городом, мы в первую очередь должны создать все-таки то, что мы явно сможем, правую базу, жесткую, конкретную правую базу. Тот регламент, который будет работать. Вот что мы должны сегодня создать. Я свою задачу стратегически вижу, чтобы мы все-таки вот этот каркас архитектурный создали и жестко его закрепили. Мы должны не ошибиться в этом градостроительном каркасе. В историческом центре, как пример, как новый стандарт Краснодара, мы должны быть непримиримыми и достаточно жесткими. И для этого давайте все-таки создадим вот ту самую правую базу. По итогам встречи Вениамин Кондратьев поручил подготовить документы для проведения конкурса, на котором отберут проекты для детальной планировки нескольких кварталов в историческом центре города. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Субтитры подогнал «Симон»